Привет, друзья! Это новый выпуск «Ты в теме», где ежедневно мы готовим для вас подборку на наш взгляд важных новостей, чтобы можно было сделать собственные выводы. Поддержите наш канал своей подпиской, комментарием и лайком. Твиттере разгорелся скандал. Илон Маск опубликовал свое видение о завершении российско-украинской войны. Он предложил провести выборы в украинских регионах, аннексированных Россией под наблюдением ООН. Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года. Обеспечивается водоснабжение Крыма и Украина остается нейтральным. К этому предложению прилагается и опрос. По мнению Маска очень большая вероятность того, что все так и закончится. И вопрос лишь в том, сколько погибнет в итоге людей. Маск также не исключил возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта – ядерную войну. Естественно, это не могло не вызвать бурную реакцию, в том числе со стороны украинского правительства. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что есть мирный план получше. Украина освобождает свои территории, в том числе аннексированный Крым, а Россия подвергается демилитаризации и обязательно денуклеаризации, чтобы больше не угрожать другим. В финале военные преступники проходят через международный трибунал. Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил в своем стиле нецензурном и что ни один украинец не купит Теслу. Свою точку зрения высказал и Кличко. Президент Зеленский в духе Маска провел свой опрос с вопросом – какой вам Илон Маск больше нравится? А вот Арестович занял как раз другую позицию. Он обрушился с критика на выпускников Киева Могилянской Академии в контексте хейта против Илона Маска и заявил о недопустимости отмены Маска в свете того, как американский бизнесмен помогает вооруженным силам Украины. Правда, потом принес свои извинения за эмоциональность и за то, что обобщил всех под одну гребенку. «Приношу свои искренние извинения студентам и преподавателям Киева Могилянской Академии. Хотя очаги не марксистских идей там попадаются еще тем. Тут я был конкретно не прав и безусловно грести под одну гребенку тысячи разных людей по одному формальному признаку нельзя. Чего только не ляпнешь в риторическом запале в конце рабочего дня, особенно когда очередной Маск привел тебя в бешенство очередным предложением подарить немножко Родины Путину». Запад тоже не промолчал. К примеру, откликнулся старший советник при Конгрессе США Пол Массара. «Украина освобождает свою суверенную территорию. Россия деколонизируется, деметаллизируется и денуклеаризируется». Отреагировали и в Российской Федерации. Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин связал мирные предложения Луна Маска с тем, что вскоре на его корабле Crew Dragon к МКС полетит космонавт из России Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем. Зам главы Совбеза Дмитрий Медведин написал, что бизнесмен достоин присвоения вне очередного офицерского звания. «Считаем весьма позитивным, что такой человек, как Маск, ищет пути выхода по ситуации вокруг Украины», – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Но при этом он отверг предложение Маска по референдумам на захваченных территориях. Пока велись горячие споры, акции Tesla упали на 8,6%, однако большая часть этого падения, 6,5%, произошла еще до публикации твита. Ее связывают с публикацией отчета по итогам третьего квартала, который не оправдал прогнозов аналитиков. Столкнувшись волной хейта после предложения своего мирного плана по Украине, Илон Маск объяснил свою позицию, за которой он выступил с мирными предложениями. «Россия проводит частичную мобилизацию. Они пойдут на полную военную мобилизацию, если Крым в опасности. Смерть с обеих сторон будет разрушительной. Россия имеет население более чем в три раза больше, чем Украина. Поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира». И опубликовал в Твиттере новый опрос. Тогда давайте попробуем так. Воля жителей Донбасса и Крыма должна решить, принадлежат ли они России или Украине. Он также написал, что затраты SpaceX на запуск и поддержку Starlink в Украине на данный момент составляют около 80 миллионов долларов, в то время как поддержка России – 0 миллионов долларов. При этом он все равно считает, что эскалация несет вред как Украине, так и миру. Понятно, что мы за Украину, но попытка вернуть Крым приведет к многочисленным смертям. Возможен риск ядерной войны. Это будет ужасно для Украины и мира. Илон Маск в целом поддерживает нашу страну перед лицом неоправданной агрессии России, о чем свидетельствует его решение, в частности, обеспечить украинских военных терминалами Starlink. Starlink в свое время полностью разрушил информационную кампанию Путина. Засылка на разведки США, ЕС и Британии сообщала, что всего за час до вторжения Россия взломал авиасад, сеть которой использовали украинские военные. Тогда SpaceX Маска оперативно разместила около 50 спутников над Украиной. На данный момент Starlink в Украине используют не только для связи в осажденных городах и на фронте, но и для работы артиллерии и сброса бомб на позиции захватчиков. В марте Маск даже вызвал Путина на дуэль за Украину. А в сентябре миллиардер отложил сделку Века с Твиттер, якобы из-за Путина и перспективы Третьей мировой войны. Украина официально отказывается от любых переговоров с Путиным. Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 сентября о действиях Украины в ответ на попытку России аннексировать территорию страны, которым констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в указе номер 679 от 30 сентября. Указом также одобрено решение СНБО об обращении Украины с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Решение 5 пунктов. Констатировать невозможность переговоров с президентом РФ Путиным. Именно с Путиным, а не с российской властью, в том числе и нынешним. Видимо, возможность для переговоров с Россией там все-таки остается. Утвердит текст совместного заявления президента главы СНБО премьер-министра к организации Североатлантического договора. Но Альянс уже дал понять, что положительного ответа не будет. Кабмину подготовит предложение по многоуровневой системе гарантий безопасности на основе многосторонних и двухсторонних договоров Украины, которые направлены на доведение оборонного потенциала страны до уровня, который обеспечит гарантированный отпор вооруженной агрессии РФ. Кабмину обеспечит усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи. Рекомендовать Верховной Раде ускорить принятие соответствующих законопроектов по санкционному давлению и другому реагированию на эскалацию со стороны РФ. В Кремле тут же прокомментировали решение Украины об отказе от переговоров с Путиным. Будем ждать изменения позиций Зеленского или уже будущего президента Украины, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Британская газета Times'а ссылка на военные источники опубликовала статью, в которой указано, что Россия планирует устроить демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины и поддаст это как испытание. По их данным, Москва вероятнее всего испытает ядерное оружие в Черном море. Отмечается, что Кремль сигнализирует о своей готовности к значительной эскалации, поскольку Россия теряет позиции на поле боя. Опасения по поводу предыдущих намеков Путина на то, что он может прибегнуть к такой тактике, усилились вчера с заявлениями, что поезд секретной ядерной дивизии идет в Украину. Информация о передвижении железнодорожного состава появилась 2 октября на пророссийском телеграм-канале Райбер. Анализируя опубликованное видео, Конрад Музыка, польский военный аналитик, сказал, что поезд, замеченный в центральной части России, связан с 12-м главным управлением Министерства обороны России, и он отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслушивание, транспортировку и выдачу подразделениям. Применение таких вооружений на поле боя сопряжено с большим риском. В случае ошибки могут пострадать и российские города на границе с Украиной. Музыка не исключил, что перемещение тяжелой военной техники, принадлежащей ядерным подразделениям, не обязательно означает, что Россия готовится к размещению ядерного оружия в Украине. Он добавил, что Минобороны РФ, как правило, осенью проводит масштабные учения войск стратегического назначения. В данном случае предполагается, что эшелон направляется к месту проведения учения по ядерному сдерживанию гром, которые последний раз проводились в октябре 2019 года. 2 октября стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин лично предупредил Шойгу о последствиях использования РФ ядерного оружия. Интересен тот факт, что ранее министр обороны Британии назвал ядерный удар по Украине маловероятным. Такая же риторика идет из Пентагона, а глава МИД Германии Анна-Лена Бербок призывает очень серьезно отнестись к угрозам Путина. Об этом бундесминистр заявила в интервью немецкому изданию. Комментируя заявление о возможности применить ядерную бомбу, Бербок сказала, что мы очень серьезно относимся к его словам. Все остальное было бы небрежностью. Если России сойдет с рук захват земель и шантаж, и она выиграет эту войну, то есть уничтожит Украину, не только европейский мирный порядок окажется в руинах, но ни одна маленькая страна больше не будет безопасности. Ранее Меркель тоже призвала относиться серьезно к заявлениям Путина. В то же время в ISW увидели признаки блефа в угрозах Кремля применить ядерное оружие. Там отметили, что российская армия в ее нынешнем состоянии почти наверняка не в состоянии действовать на поле ядерного боя, даже если у нее есть необходимое оборудование, и она исторически обучала подразделения для этого. Эксперты подозревают, что заявления пропаганды о ядерном ударе направлены на усиление патриотизма среди населения РФ. Ночь в Украине опять неспокойна. В Харькове мощные прилеты вновь с 3 на 4 сентября. После прилета в ряде районов пропал свет. После полуночи был прилет по предприятию в Холодногорском районе. Возник пожар. Предварительно пострадавших нет. Но в Абаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру. Также возник пожар. Погибла 46-летняя женщина. Харьковская областная прокуратура публикует фото последствий ударов по объекту критической инфраструктуры в Харькове, из-за которого случился пожар. В части районов города пропал свет и погибла женщина. Сообщается, что удар совершался ракетами С-300 с территории Белгородской области. Около 30 прилетов градами в Никополь. Были ранены 4 человека, двое из них госпитализированы. Город остался без воды. Продолжается движение украинских сил Херсонской области. Войска продвигаются на юг в направлении Новой Каховки. По данным геолокации освобождена Михайловка, Гавриловка и Новоалександровка, а также Крещеновка. Также украинские силы закрепили позиции в лесополосе между Белогоркой и Давыдов-Брод. За Давыдов-Брод шли упорные бои с конца августа. Это направление наступления на Каховку. В сети появилось видео украинских военных Давыдов-Броди Херсонской области. В том числе украинские военные публикуют видео из Староселия Херсонской области. Сообщается, что оба населенных пункта уже освобождены украинской армии. Населенные пункты расположены на юг от Архангельского, освобождение которого подтвердили в воскресенье. У меня на сегодня все, друзья. Благодарю, что остаетесь с нами. Благодарю, что вы в теме. Подписывайтесь, если еще не успели этого сделать. Оставляйте комментарии, оцените видео лайком. И самое главное, берегите себя и берегите друг друга. Увидимся.